Решение конфликта в Карабахе упирается в геополитические проблемы. Баку настаивает, первым условием будущих переговоров должна быть именно их субстантивность, то есть результативность. У Азербайджана нет ни времени, ни желания заниматься переговорами ради переговоров. За известным визитом министра обороны Российской Федерации, генерала армии Шойгу в Баку, последовала встреча министров иностранных дел двух стран. Возможно, это есть чисто хронологическое совпадение, потому что внешнеполитическим ведомством руководит уже новый человек, который в своем новом статусе интересен не только собственным гражданам, но и в том числе и российским коллегам. По этой причине прошедшая встреча в первую очередь носила ознакомительный характер. Наверное, министры обеих сторон, как говорят представители политической психологии, проверяли, насколько они психологически совместимы друг с другом. Но тут есть и другие важные моменты. Как известно, встреча состоялась после военных провокаций армян на Тавузском направлении. Как известно, Россия выступает тут как минимум в трех ипостасях. Во-первых, она северный сосед и стратегический партнер Азербайджана. Во-вторых, она один из сопредседателей Минской группы. В-третьих, Россия военно-политический союзник Армении, так как последняя является участницей почти всех крупных геополитических и геоэкономических проектов Кремля, СНГ, ЕС и УДКБ. Так какие же выводы можно сделать после встречи министров иностранных дел России и Азербайджана? Сразу в глаза бросается преемственность и последовательность во внешней политике Азербайджана, который не выбирает случайно ни своих партнеров, ни векторы внешних отношений, ни главные принципы дипломатии. Потому что основные моменты внешней политики страны определяются президентом. По этой причине, когда новый министр страны заметил, что переговоры должны быть субстантивными, мы поняли, что сохраняются не только основные рамки нашей внешней политики, но отчасти и ее риторическая и дипломатическая составляющие. Понятно, что даже для нас, рядовых граждан страны, в том числе для политических наблюдателей, в нашей внешней политике главным являются соответствующие работы внешнеполитического ведомства в плоскости Нагорно-Карабахской проблемы. Поскольку, без преувеличения, можно сказать, что почти с момента установления независимости Азербайджана, именно карабахская проблема стала самой первостепенной задачей нашей системы национальной безопасности. Поэтому мы прекрасно понимаем, какое содержание вкладывает официальный Баку в термин «субстантивные переговоры». С каждым годом всем становится понятнее, что карабахская проблема не может длиться бесконечно. Не только каждый отдельный гражданин страны, но даже целые поколения чувствуют и осознают свою ответственность в этом деле. Ведь спросят же будущие поколения нас, уважаемые отцы, почему вы в свое время не решили эту проблему? Почему вы должным образом не защитили наших бабушек, матерей и сестер? Поэтому, в первую очередь, все соседние сопредельные государства, а потом все мировое сообщество должно понять, что азербайджанцы, начиная с молодежи и заканчивая самыми престарелыми гражданами страны, требуют одного – покончить как можно быстрее с агрессией Армении, возвратить все наши оккупированные территории. Поэтому первым условием будущих переговоров должна быть именно их субстантивность, то есть результативность. Как выразился новый министр иностранных дел Азербайджана, у нас нет ни времени, ни желания заниматься переговорами ради переговоров. Но понятно и такое обстоятельство, что переговоры просто так субстантивными не становятся. До тех пор, пока противник не почувствует непосредственно на себе давление Азербайджана, его региональных союзников и в целом мирового сообщества, он будет инициировать переговорный процесс, искусственно затягивая его. В этом отношении первостепенное значение имеет силовое давление на агрессора. После славных апрельских боев четырехлетней давности армяне простились с прошлыми иллюзиями, когда, воспользовавшись анархией и безвластием в тогдашнем Азербайджане, без особых потерь захватывали целые районы. Апрельские бои четырехлетней давности весьма наглядно и убедительно показали, что Азербайджан уже имеет не только хорошо оснащенную боевую армию, но и всю необходимую систему для защиты собственной национальной безопасности. Недавние бои на Тавузском направлении также должны вынудить врага сделать кое-какие выводы для себя. В течение только одной недели добровольцами на фронт записались более 50 тысяч человек. Пожалуй, это главный урок июльских боев в Тавузе. Есть над чем подумать и касательно военной мощи сторон. Наверное, в Ереване в очередной раз поняли, что им не соревноваться с Азербайджаном в военном деле. Но тут наш внимательный и информированный читатель может сразу же спросить, А почему же, несмотря на собственное военное превосходство, нам пока не удается заставить армян пойти на конкретные и серьезные шаги навстречу урегулирования конфликта? Резонный вопрос, но ответ на него прост. Все дело упирается в геополитические нюансы бывшего советского пространства. Не только мы не справляемся с карабахскими сепаратистами. В том же положении находятся грузины, украинцы и молдаване, которые уже больше 30 лет якобы не могут обеспечить собственную территориальную целостность. Еще раз заметим, что причина тут довольно ясна и проста. Все упирается в геополитические проблемы, которые можно преодолеть только совершенной дипломатией, работая порою с ювелирной точностью. Военный аналитик армянам. Москва не пойдет против интереса в Баку. Армянская сторона завела переговорный процесс по армяно-азербайджанскому на горно-карабахскому конфликту в тупик. Тавусская вспышка существенно повлияла на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и в целом на ситуацию в зоне конфликта. Об этом интервью армянскому изданию 168 АМ сказал российский военный аналитик Александр Храмчихин. Интересно, что Азербайджан не выходит из переговоров, а ставит перед Арменией конкретный вопрос. Армянская сторона не отвечает и тем самым переговорный процесс остается в тупике со всеми вытекающими негативными последствиями. Сейчас перед новым министром иностранных дел Азербайджана стоят конкретные задачи, так как бывшего министра обвинили в бесполезной трате времени в вопросе урегулирования карабахской проблемы. Теперь новый министр будет иметь конкретные вопросы и действия. После важной встречи официальных лиц Азербайджана и России и после их высказываний можно категорически заявить, что Москва не пойдет против интересов Баку, отметил российский эксперт. Всем удачи и помните, что вместе мы сила!